Всем привет, вы на канале DoubleTop, меня зовут Гнат и сегодня мы поговорим об очень важной такой острой теме, которая сейчас стоит буквально вот до принятия ETF в эфире. Что же важнее, FDV или циркулить токеном? Погнали! Сразу, ребят, скажу, во-первых, для тех, кто не знает о чем речь, я советую все-таки досоедать до конца. Я постарался сделать очень такой, выжать самый сок из всего этого, потому что писали об этом и бинансы, и коби, сейчас мы об этом поговорим. Поэтому досоедини до конца, поставьте лайк, подпишитесь по-братски, потому что мне надо 100 тысяч подписчиков, нам осталось совсем немного. Итак, сразу скажу, что для тех, кто не понимает о чем речь, есть циркулить, а есть FDV, циркулить, а есть full dilution, циркулить токенов, это если мы посмотрим на эфир, условно говоря, видите, тут есть штучка, вот total supply, сколько всего токенов в supply и сколько в циркулить. В случае эфира это одно и то же, но как только мы отходим от эфира, идем к каким-то арбитрум, то тут начинаются проблемы. У нас вот 10 миллиардов токенов всего, а выпущено пока сейчас 2,5, то есть 75% токенов еще будут разлочены. Это очень важный момент, на который, я думаю, не все обращают внимание, потому что некоторые люди там вообще даже не знают, что есть FDV, либо некоторые говорят, что у нас есть только на FDV, давайте вот разберемся. Опять же, я хотел посмотреть, что HODERA какой-то менее старый проект, у него тут может быть, видите, из 50 миллиардов разлочено 35, соответственно, тут уже как бы 70% разлочено, то есть не такие большие разлоки. Если пойдем в какой-нибудь bit and sort, то здесь тоже все впереди. И стартнет тоже смотрим, капа 1,5 миллиарда, вроде небольшая, а full dilution 13 миллиардов. И вот вопрос, как это еще влияет на цену, когда у тебя 1,5 supply в циркулете, а остальное все еще в локе, и оно, естественно, будет выходить и будет куда брушиваться? В стакан. При этом есть, естественно, мемы, у которых практически всех, весь supply является циркулета, то есть новых токенов сымитировано, не может быть, не могут появиться новые в рынке. И это делает более прозрачно. Это вообще большая проблема, потому что, как бы, сначала я описал проблему это Коби. Коби это такой твиттерянин, можете подписаться на него очень, собачка.коби. Он тут написал этот пост, ну, тут в тредах кидал, в целом можно зайти просто в его сабстек, почитать. Тут очень большая лонгрид, я все прочитал, там 19 страниц было, и он рассказывал, ну, какие действительно есть проблемы. Забавно, что ровно после его поста на настоящий день появился пост у Binance, где они тоже рассказывают о ситуации, о том, что, мол, ну, тут вот как раз первый скрин, как в 2022 году у нас выходило, что FDV там 40%, в 23-м 92%, а тут 90%. Это делается, как бы, с той целью, что легче пампить. Ну, и вообще, вопрос, на самом деле, большой, нормальный, объективен ли Коин ЕКО, когда показывают нам циркулейты, маркеткапы считают по циркулейту, а не по FDV, потому что на том же Арбитру, Миносу и на Сарнете, мы сейчас говорили, что там падает-падает проект, но потом я уже вижу, что у него скоро разлог, и я говорю о том, что учитывая, что у него через неделю разлог, или через месяц даже, надо писать, что у него токен не столько в обороте, а уже потенциально в два раза больше, и капа его сразу выше, да, они, может, сейчас еще неделю залочены, но потом они все разлочены. То, что их кто-то покупает OTC, не OTC, это вопрос, на самом деле, очень относительный, мы этого всего не видим, и я бы не спешил доверять, скажем так, проектам в этом отношении. Поэтому, собственно, давайте разбираться по порядку. Тут они сделали интересную инфографику, как поменялось соотношение капы с FDV, да, мы отлично это видим. По сути дела, то есть, вначале у нас было 40%, да, а потом сильно выросло, потому что в один момент они, ну, как бы, отчасти это идет все из-за фондов, потому что фонды такие, нам надо, типа, давайте наши все токены влоки, а эти пропампим, потом разлочим, и будем уже хомяков оборужаться. Потому что хомяки-то видят цену, ну, типа, вот, какой он, как стартнет, там, даже вообще любой токен, который выходит из последних, обратите внимание, что все дропы, они выходят на вот 10% циркулите, и потом и цены распампливаются, все равно, что даже миллиард должен стоить. У нас же сейчас в крипте модно, ярд должен стоить любой актив, да, маркетмейкер подключается, пампит, хомяки берут, потому что альтезон скоро и так далее. Но потом включаются разлоки, по сути дела, в фондов, и мы видим вот эту ситуацию, когда они действительно очень сильно давят. И вот из таких шокирующих фактов, реально, вдумайтесь, прошло 3 месяца 24-го года, ну, плана 4, да, а, тут данные конкретно по 14 апреля, FDV токены выпущены в эти 3 месяца уже почти сколько же, сколько за весь 23-й год. Конечно, есть нюанс, что 23-й год был медвежка, а тут бычка, ну, просто, как интересно, изменился FDV и начали нам туда напихивать от души. Тенденция в целом идет не очень, поэтому, как бы, токеномики проекта не щадят совсем. Тут, конечно, надо сказать про соплайн, но посмотрите на эти цифры, это вообще ужас, все топовые токены, которые выпустились в этом году, по сути дела имели низкие, но самые максимальные, это 20%, это был Варунхолл, 18%, а самые низкие 6% у Валихедры, но это же вообще никуда не годится. Получаем низкий стартовый саплай, цена легко пампится, от этого размывается FDV до нереальных масштабов, мы видим и 20 миллиардов в потенциальную капу, и на десерт идут разлоки, и уже указывается в маркеткап и цену. Это вот очень важно, потому что мне все говорили, тут, по сути дела, все это вышло дропами, посмотрите, Альт, Старк, ЗК, Юпитер, Мавиа, Эзерфи, Альт Леер, то есть большинство Этена, это проекта вышло дропом, то есть они дают дроп сразу вместо сейла, и люди же еще не жалуются, какая разница, мы же типа, когда мы покупаем дроп, а мы его фармим, мы не спрашиваем, сколько FDV, потому что когда ты в сейл заходишь, мы там можем возмутиться, почему это вы оцениваете сразу себя на ярд, я не буду заносить по цене в ярд, но здесь они прикольно сделали подмену понятий, как будто мы фармили, учитывая, что циркулеет 1 миллиард, но по факту в FDV 2 ярдов там может быть, так что это нас на самом деле просто путает. Ну, теперь про разлоки, прикольная тоже инфографика, разлоки в ближайшее время, ну вот вообще есть цифра, что на следующие 5 лет у нас будет 150 миллиардов долларов разлока вылиться, и кто это будет все откупать, мы такие не очень понимаем. Но, с другой стороны, в 2021 году 136 миллиардов откупили, ничего страшного не было, то есть все это продолжает откупать. То есть такую механику они создали, это по сути дела фонды делают для того, чтобы в ритейл загружаться. Но нам с вами это очень важно помнить, что мы же не хомяки, у которых фонды должны разрушаться, мы должны помнить, что если мы получили какой-то дроп, то большой, особенно для нашего капитала, то лучше часть продать, а часть еще подумать, может быть куда-то посейвить, похолдить, и посеять, что будет дальше. Какие мысли у меня на этот счет? Во-первых, я думаю, что именно из-за этого мемы разогнались, потому что, опять же, напоминаю, что если вы зайдете в мемы, то там будет везде вот такая ситуация, практически везде. Circulate Supply будет равен тоту Supply, это значит, что фондау никаких нету, вот этих цен, которые они получат, и будут сливать. То есть человек, который холдил этого Пепу, каких-то иксов, он в любой момент их мог слить, и раз он уже дохолдил, то как будто ему даже больше доверия, чем тот человек, который холдил, потому что его заставили держать 3 года, а здесь просто взяли и дали возможность разложить. Почему вообще это произошло, ребят? Ну, это так развивается рынок. Действительно, в 2017 году, и там вот в эфир, когда был вообще в 2015 или 2014 году сейл, там он не оценивается 10 миллионов максимум, 5 миллионов. Отсюда была вероятность того, что и фонды, и прайваты заходят тоже достаточно дешево, и потом даже прайват заходит, там выходит 100 миллионов капа, 200 миллионов капа, и есть потенциал апсайда. То получилось, смотрите, развитие какое, что вначале все проекты были маленькими, потом они начинают расстать, расстать, и в 2024 году мы уже считаем, что нормально, то, что у нас топ-100 капа 1 миллиарда, это мы еще на пороге булрана, мы хотим еще по 10 миллиардов, и это нациркулеет, про FDV я молчу, там будет по 50 ярдов, получается, капы. В связи с этим новый блокчейн выходит, и он сразу идет к приватному инвестору, говорит, ну короче, я блокчейн, у меня там один чувак в команде, он уже делал другой блокчейн, и я вообще, а я третий делал маркетинг для блокчейна, поэтому мы сразу оцениваемся в миллиард, давай нам 100 миллионов, мы сейчас эти 100 миллионов привлечем, вообще много людей, потому что пообещаем дропы, потому что все, теперь привлечение аудитории работает через дропы, потому что намного интереснее крутить дропы с неизвестной прибылью, чем куда-то заносить в проект. И на этом фоне, что у нас получилось, что агрессивные чеки на приват-раундах так распампились, что уже для ритейла не остается места, ритейл, который покупается ICO, а ICO-шек тоже нету, и уже получается все, уже то есть, как они, ну, типа, то, кого надо откупать, это ретро-дроперы. Но, ребят, ретро-дроперы, это не самые сильные руки, особенно сейчас, когда они посмотрели, сейчас последние все дропы, кроме Целести, уже, по сути дела, в минусе, там, эзерфа еще куда-нибудь шло, вышел, а так все в целом поукатывалось, сейчас уже люди такие, так а зачем мне эти дропы держать, я буду продавать это в эфир, и формить на эфире, вот у меня отсюда большие проблемы к текущим проектам. При этом за старые проекты маркетмейкеры не включаются, потому что там нету возможности, как бы, распампить токен, потому что уже все токены в циркулеете, то есть у нас такой, знаете, такой баланс, который нарушается. Весь прикол, что все эти посты были написаны непосредственно до того, как ETF, ну, как бы, объявили о том, что вероятность повысится, теперь ETF выиграл, и возможно, ничего не произойдет, но эту идею надо помнить, что у нас на рынке, ну, как по мне, какой-то некий дисбаланс, из-за того, что, ну, чеки на прераундах большие, на приватных, на седах, сразу же большие чеки, потом у нас, вместо того, что паблик, мы вообще его скипаем, мы сразу ретро-дроп выходим, а люди хотят на этом проекте заработать, а как? Когда ретро-дроп уже выходит по оценке в 20 ярдов, в какой момент мы даже заработаем? Купить ретро-дропщиков по оценке в 20 ярдов и продать по 40, это, конечно, круто, вообще, молодцы, но с этим есть некоторые проблемы, согласны? Что с этим делать? Ну, из очевидного, на самом деле, две еще могу сказать, смотреть на токеномику, на разлоки, на сколько вообще подрастал роста, и маркеткап может увеличиваться, потому что вот это понятие токеномики и понимать, как это работает, математику, привезти, это важный скилл, хотя бы, хотя бы основу знать, желательно, как можно глубже в этом разбираться, чтобы правильно оценив проекты и оценив апсайты, потому что вы можете оценить на Wealth Market, там, те или иные поинты, токены, как это все оценивается и уже делать свои предикшены, которые, ну, как бы, надеюсь, будут верны. Кстати, напоминаю, ребят, подпишись на канал, если это полезно, потому что я стараюсь делать, скинировать много контента. Сегодня за день 5 часов контента записал. И, ну, второе, возможно, стоит обрести внимание на какие-то старые шутки, ну, да, вот, ну, вот я что-то показал, и я не умею, нету в портфеле, сразу скажу, но есть какая-нибудь HDR, есть MakerDAO, тоже у которых, Maker, точнее, не MakerDAO, у которого тоже смотришь из, ну, по сути дела, из одного миллиона токена уже 927, тут вопрос еще MaxSupply, TotalSupply, наверное, TotalSupply на оценив. То есть у них еще токены какие-то не вышли, но уже практически все цирклейте, и, соответственно, некому будет это все дампить. То есть если у проекта будет образовываться MarketFee, понятно, и зачем выгодно токен, зачем нужен, то потенциал у проекта всегда будет большой. Ну, и напоследок хочу сказать, что Binance на этом фоне анонсировал, что теперь они будут, программа листинг low-cap монет, типа, но много обещающих. Там должен быть upside, любой сектор, большой процент токенов на коммерти, умеренное количество токенов на TGE, то есть не так много, ну, если побольше, чем сейчас, не так мало, не так мало, как сейчас, четкий Product MarketFee, по этому, что они делают, что зарабатывают, генерируют ременью и имеют жизнеспособный продукт, и имеют органических юзеров. Мне, кстати, интересно, что в этом отношении органические юзеры у LRZERO скролла на линии. Мне кажется, органическим юзером оно вообще нахрен не надо, там одни Сибилы, но такова сейчас мета, мы с вами вынуждены подстраиваться, знать вот эти все вещи, правила, по которым мы играем, и от этого уже отталкиваться. Если у вас есть хорошая идея, какой проект Binance может залистить, пишите в комментарии, давайте так, если вы угадаете, то есть ваш проект будет залищен там следующий, то, ну, наверное, блин, хотелось сказать 100 долларов, но я сейчас понял, что вы если заспамите меня, то есть максимум один ответ. И почему там плюсы, потому что если вы будете просто по тикеру писать, потом пойди разберись. Так что сделаем такую штуку, как по 100 долларов, но, опять же, объясните, почему это претендент наличия на Binance. Ну, как кажется, что смарт. На Binance листится, можешь с рынка взять, заработать, тогда кажется, что у тебя ритейлу можно зарабатывать. Только что не залистится, все укатывается, ритейл говорит, нахер мне покупать, я лучше просто буду сидеть в битке и эфире. Помните это, если вы ритейл, если вы не профессиональный криптан, вам ваша задача как сидеть в битке и эфира, рестейкать эфир, все, больше ничего не надо. С вами был Гнат, Дабл Топ, подпишись на канал, поставь лайк, а я продолжаю генерить полезный контент. Всем спасибо, всем пока.